Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Epica 2011 года выпуска На этом автомобиле сегодня хочу попробовать полиролем покрыть ее Полироль непрофессиональный Вот такой вот полироль фирмы Nanax Она же корпорация от Highgear Номер ее NX8305 Синтетический полироль с воском Carnauba Товарищ посоветовал себе автомобиль покрыл Очень довольный остался Но я хочу сделать по-другому Я хочу часть двери пополам Скотчем заклеить Одну сторону отполировать рукой А другую оставить как она есть Автомобилю 5,5 лет Пробег 140 тысяч Полироваться он ни разу не полировался Подкрашиваться он не подкрашивался нигде Есть сколы на капоте На бампере На переднем На порогах Ну это дорожные дела Сейчас заклею Заклею крышку багажника И заклею заднюю дверку Напополам Скотчем И попробуем Вот так я полосу наклеил Получилось неровно Но тем не менее Будет заметно И на крышке багажника Тоже вот так вот полосу наклеил Вот эту часть полирну Эту не буду полировать И потом ее на просвет Посмотрим как она будет себя Проявлять С полиролем идет Внутри губка вот такая Для нанесения Она же идет как бы для полировки Но полировать я буду Просто микрофиброй Тряпкой Густая подороль Густая подороль Сoughs Сvalues Немного Густая подороль Крым Схаер С prelim Вот таким образом нанес ее Сейчас немножко подсохнет И будем ее располировать Вот такой тряпочкой Микрофиброй На автомобиль целиком Он сказал у него ушло где-то 3 Микрофибры На улице идет дождь Поэтому решил позаниматься Экстерьером автомобиля Подождал 5 минут Нанес на крышку багажника Пока полироль Ну и пробуем Располировать Эту часть Микрофиброй И вот таким образом стираем, втираем и растираем все вот это нанесенное нами покрытое, потому что оно имеет такую маслянистую основу, а матовость вот эту убираем. Ну вот полирнул на два раза, сейчас сниму скотч. Особой разницы я не заметил. Ну товарищ был в восторге от этого полироля. На крышке багажника вот его более лучше заметно. Час. Разницы никакой нет. Ну видать, просто лакокрасочное покрытие в автомобиле еще не попорчено, поэтому я такой разницы не заметил. Поэтому на старых покрытиях Nanex возможно и работает, на новых покрытиях, ну на свежих, не новых, а не убитых, он не работает. Вот левая сторона полиролем обработана, а правая нет. Если визуально нет разницы, попробуем как с водой. А тут правая сторона не обработанная. А это левая сторона обработанная. Здесь видно, большие капли только остались, а здесь пятно воды осталось. Вот оно, оно даже не стекает. Сейчас ведро побольше возьму. Вот четко видно границу. Вот если так вот посмотреть. А на ходу вот эти капли, они просто будут ветром сдуваться. Они не будут оставаться на капоте. Он движется. А здесь все на капоте. Прямо границу видно. Нашел положительное свойство этого полироля. Ну раз начал, полирую весь автомобиль. На этом все. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok